Что такое чистая жизнь? Для каждого это что-то свое. Для кого-то это овощи и фрукты, выращенные на своем участке из рассада, из саженцев, купленных в магазине про цветок. Для кого-то это организм, очищенный от шлаков, от солей, от паразитов. Для кого-то это здоровый образ жизни. Для каждого это является чем-то своим. Но помочь в этом нам всегда могут травы. Очищать организм травами можно по-разному, в зависимости от того, какого эффекта вы хотите. Кому-то необходимо справиться с вирусами, кому-то необходимо выгнать паразитов из кишечника и не только. Кто-то хочет убрать лишний вес, кто-то хочет снизить свою отечность, кто-то хочет запустить желудочно-кишечный тракт и печень. И во всем этом поможет одно единственное растение – полынь. У полыни есть много видов, но самым целебным для нашего организма является полынь горькая артемизия, апсинтиум. И чаще всего мы ее любим использовать для своего здоровья. Чем нам может помочь полынь? Удивительно, но этот дикорос очень и очень распространен. Разные его виды – и чернобыльник, полынь чернобыльник, и золотистая полынь, и полынь цитварная, которую из своего стремления стать чище, стать здоровее люди практически уже истребили. Но полынь горькая, к счастью, еще достаточно распространена и достаточно может помочь нашему здоровью. Чем хороша нам, для нас полынь? В первую очередь, как следует из ее названия, своими горечами. Горечами и эфирными маслами, которые оказывают стимулирующее действие на желудочно-кишечный тракт, на печень, которые оказывают глистогонное, противовирусное, противопаразитарное действие, которые помогают бороться даже с доброкачественными опухолями. Но, исходя из всего вышесказанного, помним, чем сильнее трава, тем больше у нее побочных эффектов. Вспоминаем школу, угол падения равен углу отражения. На любое действие всегда находится противодействие. Поэтому, если трава действительно очень и очень хорошо, сильно воздействует на наше здоровье, помним о том, что должны быть побочные эффекты и противопоказания. Так и тут. При всех своих позитивных моментах полынь не рекомендована людям с повышенным возбуждением нервной системы, со склонностью к судорогам. Почему? Эфирные масла полыни могут вызывать нарушение нервной системы. Недаром абсент, кстати, латинское название полыни, абсинтиум, и абсент, это водка, настоянная на полыни, это вид алкоголя, который в первую очередь вызывает у любителей злоупотреблять данным напитком, явление каких-то человечков, белочки, инопланетян и так далее и тому подобное. Это и есть токсическое воздействие полыни на нервную систему. То же самое касается и вермута. В его приготовлении тоже часто используется экстракт полыни и тоже он может при передозировке оказывать вот такое негативное воздействие на нервную систему. Это о плохом. Для тех, кто готов полынь использовать в разумных дозировках для своего организма, можем рассказать следующее. Как мы уже говорили, в первую очередь полынь мы используем для чего? Для того, чтобы очистить организм от паразитов. Каким образом? Я по старинной рецептуре травников делаю смесь, порошкованную смесь из грибов, лисичек. Собираем обычные лисички, лучше небольшого размера, сушим и перемалываем в порошок. Тут есть тонкости. Лисички мы сушим при температуре до 40 градусов. То есть оптимальный вариант в сеточках, сушить их или на подносах на солнышке при естественном тепле. Почему? Такое вещество, как хиномоноза, которое также оказывает противопаразитарный, противоглистный эффект, разрушается при температуре выше 40 градусов. Итак, взяли за основу лисички. Добавили процентов 40-50 лисичек. Добавили процентов 30 молотого льняного семени. И по 10 процентов добавили гвоздику. Это вот такая вот специя в бутончиках, которую мы добавляем при маринаде. И 10 процентов бутонов полыни. Все это вместе перемешиваем в порошочек и употребляем по треть чайной ложечки, по пол чайной ложечки, в зависимости от нашего веса, роста. 7 дней в неделю утром за полчаса до завтрака запивая полстаканом теплой воды. Таким образом, пропивая неделю вот этот вот противопаразитарный сбор с содержанием полыни, мы уничтожаем взрослых паразитов в просвете кишечного тракта. Потом неделю мы делаем перерыв. За это время из яиц, из цист выводится у нас новое поколение паразитов, которые в организме еще остались. И мы опять неделю пропиваем в той же дозировке треть чайной ложечки, пол чайной ложечки, в зависимости от нашего роста, возраста. Пропиваем тот же порошочек еще неделю по утра за полчаса до завтрака запивая полстаканом теплой воды. Вот три недели курс, неделю пьем, неделю перерыв, неделю пьем. Обычно достаточен, чтобы справиться с большинством паразитов желудочно-кишечного тракта. Разумеется, во всем этом есть свои нюансы. У кого-то зашлакованность больше паразитами, инвазивная, у кого-то меньше. Помним при этом, что абсолютными противопоказаниями является детский возраст до 5-8 лет, беременность, кормление грудью, острые заболевания. Помним, наша любимая полынь достаточно токсична, помогая организму, она может и навредить. Это мы помним. Что еще может полынь сделать для нашего организма? Общий смысл в том, что пить ее в виде отвара достаточно сложно, именно потому что она очень горькая. Каким образом мы можем еще применять полынь для очищения желудка, для очищения кишечника, для очищения от паразитов? Мы можем взять хлебный мякиш и закатать в него, слепить его как пластилинчик, закатать в него 3 бутона полыни и проглотить этот комочек. Таким образом у нас этот хлебный мякиш рассосется уже в желудке и дальше в кишечнике и доставит на место действия, не разложенные в желудочном соке, вещества полыни, которые будут бороться с паразитами непосредственно в просвете кишечника. Помним, что любое применение полыни может вызывать изжогу у тех, у кого повышенная кислотность и гастрит желудка. Поэтому с осторожностью применяем или же в эти дни какую-то протекцию желудку. Делаем, например, семя льна, сметанка, овсянка, куриный бульончик. То есть чем-то защищаем слизистую желудка. Что интересно, полынь годится не только для внутреннего применения, а она помогает при гриппе, при лихорадке, при герпесе. Достаточно неплохо помогает. Вместе с корой осиной, вместе с таволгой, вместе с ромашкой, вместе с листом облепихия. Создает такие очень и очень хорошие противовирусные сборы. Она помогает еще и наружно. Наши предки использовали ее для борьбы с тараканами, с молью, с блохами. Насколько я помню, бабушка у меня раскладывала в шкафах, на веранде, подвешивала венички полыни, пучки полыни. И никаких не было проблем, паразиты нигде у нас не заводились. И даже использовали для окраски льняных холстов, слабый зеленый-желтый оттенок. Поскольку красящие экстракты полыни способны и на это. Помним, что полынь с осторожностью нужно применять людям с мочекаменной, желчекаменной болезнью. Потому что она резко стимулирует все процессы выделения шлаков в организме. А если у нас где-то в желчном пузыре или в почках засели камешки, они могут стронуться и пойти на выход. И получится то, что мы называем коликой. Это не очень хорошо. Так что, учитывая, что полынь достаточно мощное, целебное растение, не забываем, что у любого мощного средства есть побочный эффект. И используем его по назначению. Если мы хотим использовать полынь регулярно, но в небольших количествах, и снивелировать ее побочные эффекты, можно применить ее следующим образом. Полынь высушить, смолоть в порошочек и просеять. Полученный просеянный порошочек в соотношении 1 к 20 смешиваем с хорошим качественным медом. Одна часть порошка полыни, 20 частей меда мягкого. Где-то держим его на солнышке, чтобы она разогрелась до 30-35 градусов. Выше не надо. При более высоких температурах мед теряет свои целебные качества. И вот эту смесь, сладко-горькую смесь, ее уже достаточно проще принимать, достаточно вкуснее принимать. Мы применяем по третьей чайной ложечке, рассасывая во рту. Можно запивать чаем 2-3 раза в день. Когда у нас, например, было какое-то застолье. День рождения, Пасха, Новый год, 8 марта. Мы переели на желудке тяжело. Но полынь очень хорошо помогает справиться с таким большим количеством тяжелой пищи в желудке. Если нам необходимо забороть начинающуюся простуду. Грипп, ковид, герпес или какие-то другие вирусы. И если мы хотим очистить свой организм от избытков сладкой, мучной, крахмалистой пищи, которая накопилась в нем за зиму. Используем эти рецепты, набираемся сил для дачного сезона. Покупаем рассаду, семена в магазинах про цветок. Итак, помним о здравомыслии. Используем травы. Если хотим, приходим на курсы фитошколы Дивея, которая поможет с этим разобраться. И будем здоровы!